приветствую вас в нашем эфире здравствуйте вот ну и первый наболевший вопрос что делать если ребенок не хочет учиться как его заставить как уговорить дело в том что заставлять вообще не стоит ребенок должен получить какую-то мотивацию то есть он должен идти школу с каким-то желанием то есть для чего то то есть у него должна быть какая-то цель если мы будем взрослые будем заставлять ребенка учиться он скорее всего учиться не будет чтобы было так вот именно как мы хотим чтобы ребенок сам учился а скорее всего нужно создать для этого благоприятную атмосферу вот именно в семье именно дома чтобы ребенок доверял своим родителям чтобы он рассказывал что он хочет как он хочет чего он хочет добиться какие у него цели какие у него желания то есть когда мы знаем какие у ребенка желания и цели мы можем его мотивировать соответственно то есть если контакта с родителями у ребенка нет или он недостаточный контакт то получится так что мы не имеем возможности его мотивировать потому что мы не знаем что ребенку интересно что ребенок хочет и так далее поэтому первым делом нужно настроиться именно на ребенка понять ребенка чего он хочет чем его замотивировать что ему интересно а потом уже естественно как-то пытаться с ним составить разговор на эту тему что чтобы получить это вот нужно учиться то есть делать и какие-то логичные выводы которые будут понятны ребенку я так понимаю я так понимаю тут опять же все индивидуально одни я просто я когда столкнулась с этой проблемой я начала искать ответ в интернете и мне пишут наверно дома слишком все хорошо а у меня как у мамы первая мысль была наверно в школе буллинг то есть вот и начинаешь искать со всех ста почему может быть в школе что-то плохое может быть наоборот дома слишком много анархия в школе приходится ребенку вести себя более прилично и вот тут мне кажется индивидуальная да такая штука да тут все индивидуально но это все как бы зависит то есть вот вы говорите как в школе и как дома одно другого зависит прямо не косвенно даже а прямо то есть если дома у ребенка все нормально если он чувствует поддержку папы и мамы близких людей если они допустим это первокласска да если они идут в школу с ребенком и сами не переживают не скачут не волнуются там не создают какой-то ажиотаж скорее всего и ребенок будет это воспринимать более спокойно то есть он будет идти с родителями на 1 сентября спокойно он не будет как бы у него не будет ноги подкашиваться колотиться как бы сердце у него не сработает вот этот вот режим самозащиты который срабатывает когда человек попадает какую-то незнакомую обстановку толпу где много людей и так далее то есть очень много на самом деле зависит вот именно от родителей то есть как себя ведут родители так обычно ведут себя и дети потому что дети подражают взрослым и самые первые кому они подражают это конечно же папа и мама старшие братья там сестры и так далее то есть все таки все зависит от того в какой семье в каких отношениях какой психологической атмосфере живет воспитывается ребенок если там все достаточно гармонично то и ребенок как бы без особых проблем идет в школу без особых проблем занимается домашним заданием каким-то учебным процессом и все будет нормально но самое важное самое важное перед началом учебного года это конечно чтобы ребенок перешел в режим обучения происходит как правило это в несколько этапов постепенно то есть если он все лето ложился спать там в 11 часов вечера вы знаете темнеет поздно сейчас день становится короче и уже спать ребенка лучше укладывать пораньше вот постепенно сдвигать и каждый день там по 15 по 20 минут то есть и за две недели доводить это ну примерно до двух полтора часу то есть когда ребенок может лечь спать уже в 9 вечера допустим это вполне нормальное время когда он и выспаться успеет до утра то есть утром ему нужно будет рано встать соответственно раньше нужно лечь и родители успеют отдохнуть от ребенка потому что все таки ребенок все таки фонтанирует энергией какими-то своими хотелками и от ребенка тоже нужно немножко отдыхать немножко уделять время своему себе я еще читала на сайте пикабу в свое время один из отцов делился такой фишкой лайфхаком своим дети тоже не хотели ходить в школу и они вот в очередной раз готовясь к началу учебного года договорились с ребенком что вот есть определенное количество прогулов которые но не по болезни там два или три в год который родитель дает своему ребенку вот ты утром просыпаешься говоришь папе папа я не хочу в школу он тебе хорошо не ходи минус один прогул и по его словам это помогло и ребенок стал действительно он учился и он не расходовал как попало эти свои прогулы но при этом знал что если вдруг ему надоест он возьмет и не пойдет вот насколько эта тема правильная или опять же индивидуальный подход я думаю случае про который вы сказали скорее всего ребенок был такой вот какой-то достаточно активный с ним достаточно тяжело было найти общий язык и поэтому папа придумал вот такое вот условие некоторый стимул чтобы ребенок в какой-то допустим какой-то из дней он мог позволить себе расслабиться отдохнуть вот то есть это как некая награда то есть и одновременно это еще схоже с некоторой такой бы методикой когда ребенка прежде чем вести куда-то на какое-то учебное занятие его готовят к этому то есть вот этот вот переход от игры именно к учебе должен занимать некоторое время резко если мы поднимем ребенка от компьютера телефона от игрушек и поволокем в школу он естественно он не будет готов обучаться поэтому нужно сказать ребенку что вот через пять минут вот допустим если сейчас мы идем туда-то допустим или вот завтра у нас 1 сентября мы с тобой идем в школу то есть ребенка нужно психологически подготовить к тому что будет завтра что будет происходить во время учебы это одновременно является элементом поддержки взрослого человека ребенку без которой ребенок ощущает свою учебность неуверенность себе естественно он вряд ли будет хорошо учиться и вряд ли он будет желанием идти в среду которая для него агрессивная класс это для него агрессивная среда на самом деле тем более для первоклашки допустим а если какая-то плохая обстановка вот именно дома в семье у ребенка то он тем более не захочет идти в школу потому что ему нужно будет там выстраивать свои отношения пока показывать себя таким какой он есть а он себя таким показать не может потому что он забиты дома допустим он дома себя плохо чувствует то есть наверняка что он и там себя будет чувствовать не лучше поэтому нужно дать ребенку ощущение безопасности то что он в безопасности ему ничего не угрожает никто его наказывает ни за что не будет просто нужно стараться делать то что просит учитель вот примеру вот так а именно так может выглядеть психологическая подготовка ребенка к школе а как быть с историей мне лень вот есть и точнее как потерял интерес есть дети которые проходят вот допустим школе одну тему и потом ее нужно же несколько раз повторить мы все к этому привыкли а есть дети которые прошли эту тему и вот потом каждый раз им по новой уже не интересно и вот из-за этого скажем например у меня дочь и я это в детстве тоже самое дело что самое интересное мы получаем двойки просто потому что я придумывала кучу отмазок лишь бы меня второй раз одной тоже не спрашивали иначе я вообще умру от тоски и скуки лучше два как вот ребенка и заинтересовать ну я еще раз говорю что заинтересовать и так далее то есть заставить сделать так как вы хотите это очень неправильно и очень вредно для ребенка для отношений для ваших отношений с ребенком то есть заставлять вообще не рекомендуется ребенок все равно будет проявлять себя таким какой он есть если он немножко ленивый и так далее это нормально все люди достаточно ленивые по своей по своей сути вот и это нормально лень это вообще признак того что человек возможно немножко устал он не готов тратить свою энергию именно на вот это вот то есть если вы скажете дочери своей что вот это нужно потому-то и потому-то что вот если ты вот допустим повторишь вот это вот это вот у тебя отложится в памяти то есть если вы ребенку объясните как на самом деле происходит как бы сохранение памяти как память работает она поймет хотя бы для чего вы просите ее как бы это повторить или допустим можно просто если у вас контакт с ребенком налажен вы можете просто попросить его вот повтори пожалуйста вот допустим для меня вот ты не хочешь повтори для меня вот мне интересно или допустим сказать немножко так вот о чем вы говорили там то есть в режиме разговора не в режиме проверки знаний не в режиме зачета экзамен а в режиме повседневного разговора спросить у ребенка вот о чем вы там говорили о чем вы читали а как вот другие дети ответили а как вот нужно было правильно ответить то есть составить с ребенком разговор и при этом ребенок больше получит возможности ответить вам так как он думает и родители поймет но в каком состоянии находится ребенок насколько он знает предмет разговора вот именно этого и это очень выгодно всем получится то есть вы проведете с ребенком время и поймете в каком состоянии у него этот предмет и как он себя ведет в классе как он общается с одноклассниками как он относится к учителю как к нему относится учитель то есть в режиме обычного разговора тет-а-тет мы можем вот это все выяснить и одновременно расположить к себе ребенка что на самом деле самое важное в этом процессе потому что учеба учебы отношения родителя с ребенком всегда на первом месте учебы можно подтянуть отношения запущенные практически невозможно ну и последний у меня вопрос я хотела спросить про синдром отличника правда ли что когда родители очень строго к ребенку относятся когда он получает двойки ругают его и требует от него только пятерок это воспитывает в ребенке в будущем синдром отличника и в дальнейшей жизни во взрослой ему становится тяжелее это совершенно правильно вот как не я один и многие психологи говорят что в отечественном образовании подходы совсем не такие как допустим в израиле то есть если в израиле как бы ребенок приходит с двойкой там по алгебре там по математике его за это не ругают и его допустим могут наругать могут ему что-то сказать если он получил неудовлетворительную оценку за предмет который он как бы которому он предрасположен который он любит допустим музыку там какую-то да вот или физику то есть он в этом разбирается он как бы этот предмет хорошо знает он предрасположен восприятию к обучению вот именно этой физики там и музыки но он при этом как бы извиняюсь как бы забил на это и не стал как бы учить вот тогда он как бы его могут за это наругать и это правильно у нас же в россии если у тебя по музыке 5 по русскому языку 5 там еще по каким-то предметам 5 по математике допустим двойках то это значит нужно срочно нанять репетитора и насиловать ребенка то есть насиловать в плане заставлять его заниматься с репетитором помимо его желания но это насилие чистой воды но не получается у ребенка эта математика не дается она ему нужно заставлять его этим заниматься вот он сколько-то знает там в режиме там тройки 3 3 с минусом и нормально слава богу главное что он по другим предметам по которым которым у него тяга есть он хорошо обучается у него получается это вполне достаточно потому что у ребенка же тоже есть личность у него есть свои желания у него есть свои предпочтения а мы взрослые зачастую подменяем ребенка желание ребенка своими желаниями то есть мы уже проявляем в этом плане насилие это ни в коем случае нельзя делать спасибо вам большое это вот прям это золотые слова спасибо что уделили нам внимание пообщались с нами рассказали подробнее я лично себе точно запишу и возьму на заметку очень многие вещи из нашей беседы думаю что и другие родители тоже прощаюсь с вами всего доброго всего доброго всем здоровья удачи до свидания